Здравствуйте, уважаемые зрители! Многих из вас, кто планирует переезд на Северный Кипр для постоянного места жительства, интересует вопрос образования на Северном Кипре для детей и внуков. В своих комментариях вы просили сделать интервью с родителями и учениками из школы Nedjad British College, потому что это единственная частная британская школа, которая находится в районе Алсанджак-Лапта, а Кароланулу Алсанджак-Лапта являются самыми предпочтительными для переезда на Северный Кипр, именно для постоянного проживания. Наше первое интервью об этой школе мы сделаем с исполнительным директором нашей компании Светланой Акининой, а дальнейшее интервью пишите в комментариях, пишите нам в личку. Наши покупатели, не наши покупатели, не важно, чьи дети, либо внуки учатся в этой школе, мы с удовольствием с вами встретимся и зададим вам вопросы, потому что это тема, которая действительно интересует абсолютно всех, кто переезжает на постоянное место жительства на Северный Кипр. А также, если ваши дети, либо внуки учатся в других школах, и вам есть что сказать нашим зрителям, тоже пишите нам, мы будем рады с вами встретиться и задать вам вопросы о школах. Здравствуйте, Светлана, спасибо большое, что согласились ответить на вопросы наших зрителей. Вопросов у нас много, я буду на них смотреть и задавать. Первое. Наши подписчики спрашивают отличие одних учебных заведений от других. То есть они просят сравнить Nedjad British College, если вы можете, с другими учебными заведениями на Северном Кипре, либо с учебными заведениями в вашей стране, откуда вы приехали на Северный Кипр. Ну, во-первых, здравствуйте, спасибо, что позвали. Сравнить с российскими заведениями, сами мы из России, и как бы если сравнивать с российскими школами, не могу, могу только по своему личному опыту, но это было несколько лет назад. Скажем так, дети у нас родились уже здесь, поэтому мы пошли сразу в Nedjad British College. Сравнить с другими школами также не могу, но единственное, что имею много знакомых, друзей, в принципе, представления о всех школах, тем не менее, мы для себя предпочли Nedjad British College. А почему? Какая причина? Почему именно Nedjad British College? Почему? Опять-таки, сарафанное радио сработало, пока у нас еще детей не было, то есть я слышала много положительных отзывов, видела детей, которые оттуда выходили, закончив там начальную школу и среднюю школу, то есть меня все очень устраивало. И, в общем-то, когда мы пошли туда на собеседование, мне дали вполне конкретные ответы на все мои вопросы, и меня устраивает и цена, и место расположения, это очень близко к дому, ну и главное, что ребенок довольный. То есть как только мы туда пришли первый раз, то есть она сразу влюбилась в учителей, во всю вот эту атмосферу, в классы, как все это выглядит, поэтому мы, в общем-то, не сказать, что сильно долго думали. Кстати сказать, про Nedjad British College на северном Кипре пожалуй, меньше информации, чем у других частных школах. Я думаю, что причина этого кроется в том, что школа, это одна из первых частных школ на северном Кипре, и ее здесь воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Эта школа работает, наверное, лет 20-10. Ну, то есть если не Аристскул в районе Кирини открылась только в этом году, Дуа-скул открылась несколько лет назад, Белопейскул несколько лет назад, English-школа в Кирине открылась лет 10 назад, наверное, 12, может быть, 11. Gearn American University School, она тоже работает уже более 20 лет. Вот Gearn American School, которая работает по американской программе, и Nedjad British College, которая работает по британской программе, это первые две частные англоязычные школы, которые появились на северном Кипре. Была еще одна школа, которая давно уже закрылась, поэтому ее мы не берем в нашей статистике. И на тот момент, когда уже успешно работала и была самой известной вот эта Nedjad British College, тогда еще под другим названием, никаких частных англоязычных школ никогда ни в регионе Искеле, ни в Помогусти, ни в Никосии, их просто не существовало. Поэтому школа, она давняя, с хорошими традициями. Я помню, лет 15 назад, когда еще наша компания была гораздо меньше, я лично привозил каких-то покупателей в эту школу. Им нужно было посмотреть, где же, ну, они покупали квартиру, как обычно, для постоянного места жительства в Лапте, им нужно было посмотреть, где будут учиться их дети. У них было двое детей, двое прекрасных девочек. И вот мы с ними туда ездили, я впервые зашел в эту школу, я увидел, сразу к нам вышел директор, я увидел, как директора обступили детки, какой был хороший контакт. Я до этого знал только своего директора в своей советской школе, я знал, что мы его боялись и не очень сильно любили. А здесь я увидел неподдельную любовь, я понял, что, вероятно, это является очень хорошим показателем того, что со школой все окей, и с детьми здесь будут обращаться хорошо. А если сравнить с той школой, которую вы заканчивали в России, или с теми школами, которые заканчивают родственники, знакомые там в России, что можете сказать? Для меня было основным, скажем так, основным фактором для выбора, это, конечно, чтобы у меня ребенок знал английский язык, в первую очередь. Я хотел, чтобы она на нем говорила, думала, и вообще, чтобы для нее был практически родной, хотя у нас вся семья говорит на русском, но тем не менее. Поэтому, как вы правильно сказали, то есть у меня где-то памяти, мы переехали сюда давно, где-то отложил, что здесь всего две хорошие школы, то есть это и SK, и Nijat British College, то есть поэтому мы как бы выбрали ее. Второй вопрос от наших подписчиков. Адаптация к языку. Как именно, как долго она происходит, как проходит процесс обучения, когда ребенок не понимает язык? Адаптация прошла очень легко, то есть у нас, в принципе, никаких проблем с этим не было, повторюсь, хотя она не знала языка, когда она туда пошла. В каком возрасте дочка пошла в школу? Дочка пошла в 4 года туда, то есть это был ресепшн-класс, один класс до первого, получается. Вообще никаких проблем не было, но может быть потому, что она у нас до этого год ходила в садик, то есть мы специально ее отдали, но не в английский, а в турецкий. То есть мы сделали для того, чтобы она как раз, в принципе, привыкла, что люди могут говорить на другом языке, не на таком, как мы дома говорим, чтобы у нее вот этот первый шок прошел какой-то. Ну и садики все-таки они подешевле, и было нам так удобнее, чтобы она сразу переболела. Я думаю, многие родители понимают, о чем я говорю, потому что ребенок идет в какую-то среду, другую, да, где много детей, они, естественно, схватывают все вирусы, все инфекции, все на свете, что только можно. И, соответственно, мы так решили ее подготовить к школе, чтобы в школе она уже ничего не пропускала. Соответственно, когда она пошла в школу, буквально первые два дня, то есть и все, она туда побежала сразу, у нее не было вопросов, почему ее никто не понимает, что что-то не так. То есть английского она не знала вообще? Вообще не. Ну она знала там 15-20 слов какие-то. Не знала? Да, да. И вопросов все равно у нее не было, хотя ей было уже 4 года, когда уже детки говорят. Да, единственное, может быть, была бы проблема, если она сидела дома, а потом первый раз сразу пошла в школу. Может быть, это был бы шок, стресс, и как-то были какие-то сложности. Но здесь, то есть, как бы вообще никаких проблем. А в какой детский сад вы ходили? Мы ходили в Биндай, то есть находится он в Данхёй, да? Да, в Каракуми. Да, в Каракуми. Ну он турецкий садик обычный. А потом пошли в Меджат. Нам все очень там понравилось. То есть и учителя все замечательные, они все, во-первых, молодые, красивые, задорные, веселые. Опять-таки, мне кажется, это очень важно, не когда эта учительница строгая, там какая-то тетка в серой одежде, да, которую дети боятся чисто внешне даже, то есть, а здесь молодые девушки, прекрасно красивые физкультурники, ну на самом деле. То есть, поэтому детям, ну они это чувствуют, что с ними там приятно общаются, там на одной волне. Светлана, а если бы была такая ситуация, что дочка не знает английского, и она не понимает того, что ей говорит учительница, или учительница ее не понимает, что в этом случае делать? Слушайте, я думаю, что такие ситуации были, наверное, но опять-таки, у нас не приходил заплаканный ребенок домой со слезами, что я там ничего не понимаю, я туда больше не пойду. То есть, они как-то стараются все равно с детьми находить общий язык, идти на контакт, то есть, может быть, жестами, там еще как-то. У нас, например, даже учительница, там у меня Аня приходит, довольная домой, со словами, мама, я сегодня учительница научила пяти русским словам. Я говорю, прекрасно. Ну, то есть, вот так вот, они ее сами что-то спрашивают, она им что-то рассказывает, поэтому контакт налаживается, и они там, в общем-то, без языка прекрасно друг друга понимают. Класс. Следующий вопрос. Условия поступления, гранты, летние лагеря. Когда вы ребенка отдаете совсем маленького, то есть, там никакие документы не нужны, буквально свидетельство о рождении, это медицинская справка, все, то есть, больше ничего не надо. Я думаю, если ребенок переводится из российской школы, или какой-то другой, то там просто, да, аттестат нужен, то есть, переведенный, я так понимаю. О переводе ребенка в середине учебного года мы ответить не можем, потому что у нас такого опыта не было. Можно, нет. Вот это я знаю, что могут переводить. Я имею в виду конкретные условия. Ну, все те же самые, ничего особенного. Оплачиваете и приводите ребенка. И он учится? Да. Никаких сложностей нет? Окей. Стоимость обучения? Что касается стоимости обучения, то цены стартуют от 4 тысяч фунтов, насколько я знаю сейчас. В год? Да, в год. Это 400 фунтов в месяц. Если платить ежемесячными платежами, то получается немножко дороже. То есть, если делать платеж один раз в год или два раза в год, то вот такая вот сумма. Окей. А что входит в эту цену? В цену входит само образование, и для маленьких это питание. То есть, они кушают 4 раза в день. То есть, это завтрак, обед, полдник, то есть, какие-то снеки постоянные. Ну, в общем-то, все, наверное, потому что униформы мы покупаем отдельно. То есть, это комплект зимней формы, летней формы, спортивной формы. То есть, это все дополнительно оплачивается. Учебники мы никакие не оплачиваем, но у нас в начальной школе вот 3 года, 3-й год мы там учимся. То есть, пока никаких особо учебников нет. Какие есть, нам их дают. То есть, не входят в стоимость дополнительной. Мы ничего не покупали пока. Видимо, в старших классах, в средней школе там уже надо будет за учебники платить отдельно. Школьная форма дорогая? За комплект вот на год получается, ну, где-то 1300 лир сейчас. 100 фунтов. Один комплект? Ну, это вот прям, в принципе, одеть ребенка на год. Да. Я понял. Ну, я имею в виду зимняя, летняя, спортивная, зимняя, летняя. То есть, если два комплекта? Ну, если по два, то 200 фунтов. По 200 фунтов. Окей, хорошая цена. На самом деле, достаточно одного в том плане, что у них там два раза в неделю физкультура, они ходят в спортивной форме. То есть, вы за это время забиваете там постирать, посушить и так далее. Поэтому, нет необходимости там покупать пять этих маек, пять шлангов и так далее. Количество детей в классе, школьные программы и предметы? Такой вопрос. Количество детей. Ну, вот у нас сейчас 14 человек, а там в среднем вот по всем годам, я смотрю, где-то от 13 до 16-17 человек. Ну, у нас всегда было вот 13-15. Детки все разные национальности, киприоты, турки, русские, украина и куда-то еще у нас есть мальчик из Низии, по-моему. Сколько русскоязычных в вашем классе? В нашем классе только наша девочка, еще одна из смешанной семьи. Она говорит на всех языках, для нее турецкий родной и русский родной. Остальные все говорят родной язык у детей турецкий, но что мне очень нравится, то есть это было с самого начала, учителя запрещают в школе говорить на турецком языке. Понятно, что все это в лояльной форме, но тем не менее, даже не то, что на уроках, а когда они там в столовой или играют где-то на площадке, детей поправляют, им не разрешают, как бы они должны говорить только на английском, чтобы не было у других как раз чувства дискомфорта, поэтому... И даже, ладно, когда учителя это говорят, я у дочки спрашиваю, Глянь, действительно, вот вы прям, вот они между собой, никто не говорят по-турецки? Она говорит, нет, а если говорят, то подходит учительница и говорит, что там, ай-яй-яй, и так нельзя. То есть это на самом деле классно, да. Какие предметы у вашей дочери конкретно? В начальной школе предметы... Я извеюсь, это сколько ей лет сейчас? Ей вот исполнилось 6 лет, мы пошли во второй класс. На второй класс. То есть она, да, ресепшн закончила, и первый, и сейчас второй класс. Обязательно каждый день идет английский язык, математика, турецкий, два раза в неделю это science, ну, науки получается, социология, физкультура два раза в неделю, музыка, арт, что они там... А, еще, кстати, у них раз в неделю есть такой урок, я даже не знаю его название, но это когда они... Уроки длятся все по полчаса, потом 15 минут в рерыв. Есть вот такой урок, где их учат толерантности, где учат, например, следить за своим здоровьем, как правильно мыть руки, как переходить дорогу, то есть я даже не знаю, что это, но в общем, это как безопасность жизнедеятельности и там вот правила гигиены, ну и всего такого. Раз в неделю? Да, раз в неделю. Замечательно. А это программа британская, да? Да, это по системе Кембриджа, мы занимаемся, то есть у нас есть специальный, как это назвать, внутренний родительский чат, то есть есть приложение, то есть где мы можем следить все, что происходит, каждый день выкладывают нам там раз в неделю меню, каждый день какие были там подделки, концерты, песни, пляски, как они там на физкультуре бегали и так далее. Сейчас в WhatsApp или в этой программе? Нет, нет, есть прям специальная программа, то есть у вас туда регистрируют, Dojo. У нас тоже в Куре Dojo. А, ну вот, да, то есть туда у вас регистрируют, выкладывают все там фотографии, информацию, очень все интересные. Типа закрытые социальные сети? Все открыто, да, да, все там, если у нас раз в неделю, например, есть диктанты, дети пишут каждый четверг и выкладывают, оценки ставят, то есть родителям все рассказывают, мы все это видим. Ребенок еще не пришел со школы, я уже вижу, как она написала диктанты, получается. Вот, два раза в неделю меняют книжки, то есть всегда дают в неделю две книги на английском языке и на турецком. Художественная литература? Да, да, да. Чтобы просто ребенок читал. Расскажи, да, конечно, помимо того, что есть чтение в школе, то есть им два раза в неделю, если хорошо читаешь, меняют книжки каждый раз, то есть когда этот день приходит, ребенок читает, учительница задает вопросы по этой книге, правильно ты понял, не можешь ли ты, ну, то есть беседует там по минут 10 с каждым ребенком, вот, тебе меняют книжку, если они понимают, что ты все понял, ты все хорошо там читаешь, и все понятно. Это меня тоже очень радует. Ну, и в конце дня у них всегда есть такой story time, то есть когда 15 минут учительница читает там какое-то художественное произведение, какую-то сказку, то есть они там сидят на ковре ее слушают и там отвечают на вопросы. Даже с первого класса у них уже есть такой предмет, как компьютинг, то есть, ну, это основы знания компьютера, да, то есть им дают, то есть у меня ребенок пришел довольный, мама нам сегодня давали планшета, до этого вот прям давали прям мышкой и прям вот по экрану, говорю, ну, с ума сойти, то есть если дома мы не разрешаем телефон и планшет брать, то в школе как бы зато со знанием дела. Если мы говорим о домашних заданиях, то нам их тоже дают, причем давали прям с самого начала, начиная с ресепшн класса, то есть раз в неделю дают листочек по математике, английскому, книжку, то есть и вы должны там за три дня сделать все и загрузить. Один раз в неделю дают домашние задания, его нужно сделать за три дня и загрузить в эту онлайн-систему. Да, да, да. Класс. Очень классно. Тут нет такого вопроса у нас, но почему-то нет. Я хочу спросить, как вам уровень знаний, которые дают, ну, по крайней мере, вот в эти шесть лет. Я помню, наш с вами, если я ничего не путаю, общий товарищ, хороший, когда по семейным обстоятельствам он переехал обратно в Российскую Федерацию и он оценивал уровень знаний своей дочери в этой школе не так уж, чтобы очень сильно и она в первый же год не задумываясь легко выиграла сразу же там в России две олимпиады по математике, по английскому. Он понял, что... А еще поправляла учительницу английского, говорила, ну, если ее вызывали к директору, она говорила, ну, если она неправильно говорит, что я могу сделать, папа? Он говорит, молчать, что ты должна делать? Я к тому, что вот это же показатель. Показатель, однозначно. Ну, то есть мы сравниваем нашу деревенскую вот эту школу, да, с лучшей там школой в российском крупном городе и видим, что ученица среднеклассовой школы знает английский лучше, чем здесь и выигрывает легко две олимпиады своих. Я еще могу понять, да, почему она знает лучше английский. Ну, понятно, потому что преподавание все идет на английском языке, учителя в основном носители, если даже прям не носители, то они все заканчивали элитные хорошие университеты, причем, ну, международные, да, университеты в Европе, в Англии, вот, соответственно, там уровень английского хороший и правильный, а не так, как преподают в российских школах. Не обижайтесь, пожалуйста. Тем не менее, даже если мы говорим не только о языке, понятно, что он тут будет хороший, да, потому что ребенок, сколько там, 6-7 часов в сутки, да, слышит исключительно этот язык, на нем учится, начинает думать, то даже брать, если другие предметы, тоже математику, то здесь уже гораздо выше уровень, например, во-первых, там еще в принципе в 6 лет не идут в школу, а она уже во втором классике, все, кстати, очень удивляются, когда мы дома рассказываем, и вот сейчас они уже, например, начинают учить таблицу умножения, то есть там такие предметы идут, как там 5 плюс 8, надо сравнить, поставить там знак равно больше-меньше, да, и там 15 минус 6, например, я считаю, что в 6 лет, то есть это, ну, ну, совсем не то, чему у нас учили в российской школе. Абсолютно точно. Это было гораздо позже, да. Она, мы занимаемся русским языком дополнительно, но хочу сказать, что на английском она читает гораздо быстрее, лучше, правильнее, то есть ей так вот, ей так уже удобно, что меня безусловно радует. Следующий вопрос наших подписчиков о том, поездки от дома в школу и обратно, как происходит, сколько занимает времени? Мы живем недалеко от школы, поэтому нам, в общем-то, и пешком там можно дойти, минут 15, можно на машине, как вы понимаете, там это 5 минут. Единственная проблема в школе, это вот, если вы меня смотрите и слышите, это парковка, это как везде, вроде у нас тут еще много земель, но, конечно, вот. Ну, и то они, кстати, пошли немножко по хорошему пути, начали столпотворение машин, но несусветное, я смотрю так во всех школах, причем, неважно, сколько они стоят, вот, но есть такой момент, и наши стали немножко разграничивать, выводить детей в разное время, то есть, там, уроки начинаются, заканчиваются у одних там в 10 минут, у других в 20, у других в 30, чтобы не было вот это столпотворение родителей, с учетом еще вот ковида и всех последних правил, детей сейчас разводят в разные выходы, вот, из школы в разное время, поэтому немножко стало удобней, вот, если сами не хотите возить ребенка, есть сервис, то есть, это автобусы специальные, с водителями, с маркировкой школы, вот, забирают прямо от дома или с работы, как хотите, и привозят в школу, и также обратно со школы домой, без проблем, цены разные, зависят от расстояния, то есть, забирают и из Левкоши, и из Кашияки, откуда хотите, то есть, не буду врать, где-то, наверное, от 500 до, там, 1000 фунтов в год, в зависимости от расстояния, надо в школе посмотреть, да, Светлана, вы сказали про ковид, расскажите, предыдущие два года, как проходило обучение, ну, конечно, и что вы об этом можете сказать, конечно, онлайн обучение, я бы не сравнила с живым обучением, офлайн, это даже не сравнивать с никак, но я ожидала худшего, честно вам скажу, то есть, то, что я слышала или читала, там, в фейсбуке, как родители, там, рвали волосы, тебе это какой-то кошмар, понятно, что просто обидно платить такие деньги, все-таки, немаленькие, да, и когда у тебя ребенок, там, дома сидит, я хочу, чтобы на 8 часов слышала английскую речь, да, чтобы она где-то там общалась, надо отдать должное школе, они все очень грамотно сделали, у нас никогда ничего не висело, то есть, у нас действительно все хорошо, грамотно работало, учителя в срок выходили на уроки, то есть, прямо четко по 40 минут был урок, 10 минут перерыв, там, опять урок, то есть, если ребенок даже дома должен был когда-то учиться, вот спрашивали, ты куда, они говорили, можно я выйду в туалет, даже сидя на кухне, там, за компьютером, в ходе такого, проверяли домашнее задание, вот этот ридинг, когда книжки проверять, тоже было, нам сделали доступ, есть такой сайт, Oxford.org, там можно заниматься всякими, ну, математикой, письмом, какие-то там, распечатывать все профисти, и там же есть книжки онлайн, то есть, нам прям давали, что вот, вы должны прочитать к следующему уроку, там, такую-то книжку, ребенок дома тренировался, и выделялось индивидуально по 15 минут на каждого ребенка в зуме, она читала книжку, отвечала на эти вопросы, и все это действительно было, и это не просто там какие-то слова или на бумаге, это все работало, на самом деле. То есть, было все то же самое, только онлайн? Да, ну, просто единственное, что в школе там она до 3.30 получается, а здесь все уроки были с 9 до 2, то есть, и действительно, прям все, вот они занимались, весь класс был, никаких вообще проблем, я ожидала худшего, короче говоря, не хотелось бы, чтобы это повторялось, не хотелось бы, это, конечно, категорически нет. Очень тяжело всем. Следующий вопрос наших подписчиков, как складываются отношения с учителями и с верстниками? Ой, с учителями вообще, то есть, единственное, мне немножко непонятно, но тут, наверное, везде такая система, здесь меняются учителя каждый год, то есть, если мы привыкли, например, в России, я думаю, и в странах высшего, в принципе, всех странах высшего Советского Союза, там у тебя есть учитель начальных классов, он у тебя всегда один, да, то есть, и все. здесь каждый год, то есть, ресепшн, первый класс, второй у тебя разные учителя. Класс тот же, дети те же, кто-то приходит, уходит, но меняются учителя, но все, как вот, я даже не знаю, какая из них была лучше, честно, то есть, у нас все нравились, и, несмотря на то, что у нас там иностранный ребенок и ничего не понимает, они наоборот, ей выделяли как-то больше внимания, то есть, старались ее поддержать, там, если вот, когда у нас родительские собрания какие-то были, я говорила, а вот как там она, с другими детьми, как она общается, не обижают ли ее, они, что вы, что вы, она очень компанистная девочка, со всеми всегда бегает, то есть, как бы, никто там ее, вот ты там отдельно где-то сидит, да, то есть, мы будем сами играть. Единственное, я думаю, что это вопрос не в национальности, а, ну, всегда есть разные дети, разные семьи, то есть, вот, нам так повезло, что у нас там есть одна девочка, которая такая главная в классе, и другие девочки, они все даже как-то побаиваются, они там спрашивают, там, можно ли им что-то сделать, вот, и если вот она разрешит, то, ну, представляете, даже такое бывает, это они еще такие маленькие, вот, но это, я думаю, индивидуальный такой момент, а в целом, все зовут на дне рождения, на какие-то мероприятия, то есть, ну, все очень весело, позитивно стараются, там, мальчики сумки носят, то есть, ну, как-то прям классно. Еще, что хорошо, на уроке всегда два учителя, не знаю, вот, может быть, буквально 13-15 человек в классе, всегда есть основной учитель и помощник, поэтому, в общем-то, по взрослому педагогу, на, там, 6-7 человек, я считаю, что это очень здорово, то есть, практически, там, индивидуально, они за всеми успевают посмотреть, они каждый день гуляют, на площадке, физкультура тоже всегда на воздухе, то есть, и физкультура проходит не так, как у нас, может быть, позже будет по-другому, не знаю, но в начальных классах это все очень весело, это какие-то игры, то есть, это не нормативы сдавать, и бегом там язык на плечо, а именно все как-то, как больше игра, в общем, они все очень с радостью туда ходят, на все эти уроки, там, и на музыку, и на арт, ну, в общем, учителя все просто прелесть, я не знаю, где их таких берут, настолько надо, насколько надо любить детей, они прям настолько открытые, настолько позитивные, прям, когда ребенок видит на улице учителя, и к нему бежит, там, а, здрасте, мисс Шерифе, и прям чуть ли не кидаются на шею, и учитель так же реагирует, для меня это, главный даже показатель, даже, наверное, важнее, чем уровень знаний, да, вот опять же, когда грядут каникулы, да, что делают российские дети, это, ура, наконец, когда там еще, боже мой, ну, то есть, вот это, у нас, что, каникулы, опять каникулы, а как же в школу, я хочу в школу, она тогда недавно тут заболела, она плакала, не потому, что я там плохо, она болеет, а потому, что я еще в школу не пойду, я говорю, ну, у нас такая же ситуация у детей, это очень показательно, да, есть вопросы наших подписчиков о старших классах, но мы здесь не можем ответить, ну, да, позовите меня лет через 5-6, я вам расскажу, обязательно позовем, в старших классах, если ваш ребенок учится в Неджат Бритиш Колледж в старших классах, напишите нам, и у нас есть для вас вопросы, ответы на которые будут интересны нашим другим зрителям, подписчикам. Я буду первая, кто будет смотреть это видео и поставить лайк. Про домашнее задание мы ответили, ставят ли двойки такой вопрос? Нам пока оценки, в принципе, не ставят, вот, ну, и двойки в том числе. Ну, 10-бальная система есть, то есть, если, например, домашнее задание тоже задают, то как бы там плюс-минусики это все ставят. Вопрос про факультативные занятия, сейчас в пандемию, наверное, никаких факультативных. Есть, почему? Ну, пандемия уже закончилась, и уже мы начали учиться с прошлого, с прошлого марта, вот, нас пустили, кстати говоря, да, старшая школа, она не училась, а маленьких, как раз мы попали, нам повезли, мы с марта месяц уже на полный день ходили в школу, вот, опять-таки, спасибо нашим директорам, потому что не все школы учились, в нашу открытию. Факультативы, большое количество, на самом деле, дополнительных занятий всяких, они все за денежку, то есть, это не хоть стоимость обучения, но там есть у них и большой теннис, и арт, и готовка, борьба всякая, танцы, гимнастика, шахматы, в общем, много, на самом деле, там, если зайти к ним на файл. И какая стоимость этих факультативных занятий дополнительных? По-моему, я боюсь сейчас соврать, но вот последнее нам прислали информацию, 200 лир стоило один раз в неделю занятия, то или иное, ну, то есть, получается, 50 лир, одно занятие. это час, то есть, они, причем, что очень удобно, уроки заканчиваются, например, в 15-30, в 15-30 начинается сразу вот этот вот клуб, да, дополнительный. Соответственно, у тебя есть там еще час у тебя подряд ребенок в школе, не надо отдельно его никуда возить, там, да, 20 евро в месяц? Да. Каждое факультативное занятие сколько ребенок выберет? 4 урока в месяц. 4 урока в месяц. Окей. Помимо, кстати, вот этих платных, еще хотелось бы сказать, что в школе есть бесплатные клубы, то есть, не в начальных классах, а чуть постарше, ну, и то, даже в начальной школе, по-моему, классы с третьего или с четвертого, вот, есть занятие теннисом, то есть, клуб, который представляет школу на соревнованиях между школами там внутри страны, То есть, это не то же за деньги, это, как бы, учитель физкультуры занимается с детьми бесплатно, что вы именно, вот, отбирает уже, не просто, если деньги платят, что кто угодно может ходить, а именно отбирают, если у тебя есть способности, то ты можешь в эту книгу поступить и представлять интересы школы бесплатно. Вопрос наших подписчиков, какие сейчас меры применяются в школе в связи с пандемией, имеется в виду санитайзеры, маски и так далее. Ну, вы сказали уже, что разные входы-выходы. Да, входы-выходы для всех разные, разное время. Внутри детей мы привозим в масках, забираем в масках, там, в столовую они идут тоже. Что касается, прямо на уроках, на самих, я так понимаю, что положено они все быть в масках, как бы, да, обязательно, но не на всех уроках, то есть, это уже зависит от преподавателя, то есть, где-то обязательно, даже там, на том же уроке музыки, они сидят в маске весь урок, например, на остальных предметах нет такого, то есть, когда только выходят и приходят. Стоят санитайзеры, при входе меряют температуру, хорошо убирают много, то есть, они прям присылают расписание, то есть, и ребенок рассказывает, что им там, чуть ли не каждый день рассказывают, как правильно руки мыть, прям вот прям, поэтапно, по схеме практически. Следующий вопрос, наверное, он не актуален в этом возрасте и для девушки, вопрос про буллинг, есть ли проблема, как с ней борются, есть ли конкретно эта проблема со стороны местных ребятишек в адрес иностранных? Нет, вот прям, чтобы именно было разделение, там, иностранец или не иностранец, нет, во-первых, я говорю им всем, что для киприота, который говорит на родном, на турецком языке, что для русской девочки, для них, для всех английский, он иностранный, когда они попадают в эту английскую школу британскую, он для всех, для них этот язык, в общем-то, один, а учителя не разрешают говорить на родном, поэтому, как бы, с этим проблем вообще никаких нет, вот, а так, чтобы... То есть, они все себя чувствуют одинаково, некомфортно, одинаково, некомфортно. К разговору, да, об отношении детей, когда у нашего ребенка был день рождения, мы позвали одноклассников в том числе, и когда они пришли, их же тоже было много, и они там даже на нашем празднике могли между собой говорить на турецком, они не в школе, их никто не контролирует, то есть, да, между собой они где-то говорили на турецком, но как только они обращались к Ане, то есть, что-то говорят, они сразу автоматически переключались на английском, то есть, и вот, не было такого, что они пришли потухить сами по себе, они понимали, куда они пришли, как надо разговаривать, поэтому очень все уважительно, даже те же мамочки, вот я даже среди взрослых могу сказать, то есть, что нет такого, например, что, ой, это русская девочка, там, ну, их, да, то есть, нет, в какой-то момент у меня там какая-то мама нашла мой телефон, не пойми откуда, через администрацию, говорит, ой, вы знаете, у нас же есть родительский чат, давайте мы с тобой добавим, я говорю, вы знаете, они знают турецкого, они говорят, да не проблема совершенно, есть такая программа гугл-переводчина, я вам, говорит, сейчас все скину, и они начали там вот это строчить по 45 сообщений в час, но тем не менее, то есть, это о чем говорить, да, в каком-то, ну, как же, у нас же есть, вы же тоже родители, мы полноценные, наш члены нашего класса, приятно было очень, я бы не ожидала. Наши подписчики интересуются, куда дальше после местных школ можно поступить и на каких условиях легальны ли местные документы, имеется в виду аттестаты? Ну, документы, конечно, легально, в общем-то, как и все на Северном Кипре, то есть, ну, все школы, они все одинаковые документы имеют, после начальной школы вы получаете аттестаты о начальном образовании, то есть, дальше можно пойти либо в старшую школу или перевести в другую школу, не проблема, то есть, если надо уезжать из острова и поступать куда-то в другое, в другую страну, там, соответственно, надо сделать легализацию в Турции, насколько я знаю, этого аттестата, и, в общем-то, никаких проблем, так что, все очень законно, легально. Еще один такой момент, может быть, для кого-то из родителей это будет важно, то есть, раньше школа Нижат Бритиш Колледж находилась полностью в Элсанджаке, то есть, там обучали детей от двух лет, и там до 15-16, и сколько они там учатся. Сейчас, год назад, открылся еще один филиал для ВКОШа, новый, современный, все там очень классно, они набрали туда первоклассных учителей, там переманили с другим школ, насколько я знаю, все лето там шел набор, и теперь в Элсанджаке осталось только прескол, то есть, ну, детский сад, да, опять-таки, кстати, детей берут с двух лет туда, то есть, четыре года это уже начинается как школа, пять лет это первокласса, до этого, типа, детский сад, но тоже они уже ходят в форме, там учатся, все уроки учитесь. Получается, в Элсанджаке можно учиться до шестого класса включительно, в седьмой класс они уже отсюда убрали, получается, надо ездить в ВКОШу, вот такой вот момент, и уже заканчивает школу там. Опять же, доставка из Элсанджака в Никасию работает, просто за дополнительные деньги. Да, все это есть. Еще наши многие покупатели часто интересуются вопросом безопасности, но мы это сами понимаем, да, и давно здесь живем, что здесь это не актуально, но тем не менее, для вас, дорогие наши зрители, рассказывают, что за безопасностью детей в нашей школе очень следят. То есть, одна история, даже не одна, я могу их много рассказать, но вот в частности, например, мы когда-то снимали ролик про Элсанджак, про какой-то видеообзор, и хотели снять как раз школу, там, что у них есть теннисный корт, площадки, баскетбольная площадка, плейграунд, и в общем, только достали камеру, время день, 12 часов дня, дети все учатся, родители все разъехали, и сказал бы, никого нет. Мы только достали камеру, припарковались, выбежала администратор, мисс Нэтали, начала махать руками, что это тут дети учатся, это частная школа, вон отсюда, ничего снимать нельзя, все, извините, нет, все очень, как говорится, культурно, красиво, но ни в коем случае, мы тут чуть-чуть, мы в краешку, нет, и все. Мы такие, ну ладно, поняли, ушли. Так что, другая история, когда супруг утром привез дочку в школу, и что-то там, она куда-то побежала с друзьями, и в общем, она была такая красивая, в общем, она решила поснимать для бабушки. Вот стоит, много, народу полно, то есть там, когда еще не было пандемии, внутрь можно было заводить детей, вот, он стоит на телефоне, ее снимает, подбегает все та же мисс Нэталис, типа, уважаемый, сэр, уберите, пожалуйста, телефон, здесь нельзя снимать. Он говорит, ну я свою дочку, здесь есть другие дети, убирайте телефон. Он такой, ну пожалуйста, я вот для бабушки отправить видео, она ничего не знаю, убирайте телефон, удаляйте видео. Он выключает камеру, говорит, ладно, ладно, хорошо. Она стоит у нее на душу и говорит, удаляйте видео, прям при мне и прям сейчас. Пришлось удалить, потому что, он говорит, вы что, тут другие родители, тут другие дети, типа, вы не имеете права. Так что, вот это на самом деле, очень, ну, как-то такие вот мелкие моменты, они очень меня вот радуют, например. Да. Опять-таки, у нас в начале каждого года приходит официальное письмо, где они спрашивают, разрешаю ли я публиковать снимки моего ребенка, общие, понятно, со школы, там, с каких-то мероприятий в соцсетях, например. То есть, ты либо даешь удобрение, либо нет. То есть, если ты пишешь, что я не хочу, то действительно, там, лица твоего ребенка не будет нигде, ни в одной соцсети, где они публикуют с официальной странички школы. Это очень важно. Да, это очень важно, это здорово. Светлана, спасибо огромное, что согласились на интервью и что ответили на все вопросы наших подписчиков. У нас остались только вопросы, связанные со средней и высшей школой, соответственно, вам мы их не задаем, потому что дочка учится еще в начальной школе. Спасибо вам, что позвали, надеюсь, была полезной. Уважаемые зрители, если эта информация, это интервью было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, благодарите Светлану за то, что она нам помогла и ответила на ваши вопросы. Если на какие-то вопросы мы не ответили, либо если есть новые дополнительные вопросы, если какой-то из ответов требует дополнительных комментариев, пожалуйста, пишите нам в комментариях под этим видео, мы обязательно либо ответим здесь же в комментариях, либо запишем новый видеоролик с ответами на ваши вопросы. А если вам интересно все, что связано с Северным Кипром и с недвижимостью Северного Кипра, обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики на нашем канале. А если вы хотите приехать на Северный Кипр и посмотреть все своими глазами, оставьте заявку и наши сотрудники вышлют вам сертификат на бесплатный отдых на Кипре. Ссылочка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Продолжение следует...